2017 год показал, что не всегда хорошо проводится капитальный ремонт на квартирных домах. И нашим юристам, ассоциации потребителей, приходилось участвовать как в досудебных урегулированиях, так и в судебных заседаниях, когда предъявлялись требования как подрядчикам, так и фонду капитального ремонта. Судебная практика сложилась таким образом, что сейчас предъявляет требования именно региональному оператору, который несет ответственность в полном объеме за ущерб, причиненный вам, в результате того, что подрядная организация, допустим, должным образом не привела ремонт, который, предположим, привел к залитию вашей квартиры. Бледно-желтый фасад дома номер 39 по улице Островского – единственное позитивное свидетельство прошедшего здесь капитального ремонта. За обновленный внешний вид при никак не устраненных и даже обострившихся проблемах с канализацией жильцы дома называют свой район потемкинскими деревнями. Губернатор призывает, чтобы фонд жилищного капитального ремонта работал вплотную с жильцами, с собственниками. Ну, вроде бы чего сложно, понятно все. Лет 10 уже мы про эту канализацию говорим. Вот приходится управляющая компания, зачем им прочищать трубу? Он берет дырку пробил отверстие в этой и все. С потолка верхнего этажа из-за высокой влажности осыпается штукатурка, падает кусками. Зловонные пары с канализацией проникают в квартиры. Ну, то, что у нас рвется постоянно, постоянно. Мы вызываем 2-3 раза в неделю мастеров вот этого Антона. Мы его зовем. Из подъезда нельзя выйти, из квартиры выйти просто нельзя. Соседнюю квартиру не видно. И вот это вот вся... Проблемы с канализацией мучат жильцов дома много лет. И капитальный ремонт был их последней надеждой. Ссылки представителей данного фонда, что они несут ответственность только в размере тех средств, которые с вас собрали, они безосновательны. Практика районных судов, областного Рязанского суда, а также Верховного суда Российской Федерации показывает, что именно требования предъявляются региональному оператору. Этому дому далеко за 50. Построенный в 62-м году, он, что неудивительно, требует вложений и замены многих систем. Облупившийся фасад, обваливающийся балкон – это первое, что бросается в глаза. Но суть проблемы куда глубже, чем внешний вид. Фонд капитального ремонта, по каким критериям устанавливает очередность этого ремонта, до сих пор непонятно. У нас дом 62-го года, то есть ему далеко за 50. А дома, которые построены раньше, они уже отремонтированы. В начале года жильцы дома номер 85 по улице Гагарина очень радовались. Капитальный ремонт их жилища предполагался в этом году. Но когда рабочие закончили свои дела, от эйфории не осталось и следа. Козырьки дома короткие, на них зимой нарастают глыбы льда. И по желаниям жильцов вернуть старые козырьки никто не внемлет. Порожек возле подъезда тоже вызывает вопросы. Сделали у нас вот эти вот порожки типа, как бы ступеньку вот эту сделали. Она совершенно не нужна, потому что зазор между дверью и вот этим порожком, ну где-то сантиметра 2-3. То есть при обильном снегопаде мы не сможем из подъезда даже выйти. Особые вопросы вызывают трубы теплоснабжения. Не только капитальный, но никакой ремонт их почему-то не коснулся. Лежат они прямо возле стены безо всякой изоляции. У нас вдоль дома от выхода из колодца теплосети вдоль дома на три подъезда идет две трубы теплосети до входа в элеватор. То есть под этим они лежат в нарушении всех правил СНИПа практически у стены, вы сейчас это увидите, и на земле. Жильцы пишут множество обращений, но из одной инстанции их направляют в другую, поясняя, что неответственный закап ремонт. Капитальный ремонт делается всего раз в жизни, говорят жители дома. И за тот результат, который они получили, собственники квартир будут ежемесячно платить еще 30 лет. Вот только молчать люди не собираются. Они планируют добиться справедливости.